Добрый день! Хочу поприветствовать всех на нашем новом телеканале М1 Глобал. Это, конечно, замечательная новость, и мы к ней очень долго и шли. Что могу сказать? Вы знаете, этот договор нам дает очень большие возможности. Вы знаете, у нас была такая проблема, потому что когда мы подписываем бойцов, и есть такие ребята, которые, я не говорю про Россию, я говорю про весь мир, есть такие ребята, которые имели прекрасные рейтинги, но они были свободными агентами, и они не очень хотели подписывать с нами договор, потому что они хотели попасть в UFC. И длительный контракт обязывал их к тому, что они стремились попасть в UFC. Допустим, это бойцы, вот у меня были случаи с Францией, там бойцы из Германии. А сейчас просто прямая дорога. Приходи к нам, подписывай контракт, и если ты станешь чемпионом, ты просто заходишь в UFC автоматически. Поэтому это большая новость для нас. То есть это что значит? Что наш пояс станет еще значительно выше, я имею в виду, по его имиджу. То есть его получить будет еще сложнее, потому что конкуренция вырастет, то есть значит вырастет качество еще боев. Это действительно большая, большая победа для нас, как сказать, вот этот договор, это большое-большое значение для нас. Вы знаете, наверное, это удалось, потому что это очень долгий-долгий, ну, такой труд, который мы делали в течение 21 года. Вы знаете, конечно, за это время было очень много ошибок сделано, очень много, ну, как сказать, очень много пережито, были подъемы, падения. Но самое главное, что мы заработали, наверное, тот авторитет, то доверие. И, вы знаете, да, UFC 25 лет, да, нам 21 год. Наверное, за это время нам как-то уже поверили, потому что поверили, что мы даем действительно хорошие результаты. Ведь сегодня все-таки, если вы, ну, заметите, возьмете статистику, то, не знаю, процентов 80 бойцов UFC, которые сегодня выступают, они, в принципе, выходцы из М1. То есть они начинали свою карьеру у нас. И мы, наверное, славились тем, среди других лиг, что мы делали, как сказать, равноценные поединки. У нас нет любимчиков, у нас нет своих клубов. У нас есть, вы видите, что у нас есть чемпионы с Украины, у нас есть чемпионы с Америки, у нас есть чемпионы с России, у нас есть чемпионы с Германии, там, откуда угодно. То есть для нас самая главная задача – это настоящий бескомпромиссный поединок. В каждом бою, ну, реально должен быть, ну, интрига. Если интриги нет, зрителю неинтересно смотреть. Если он приблизительно догадывается, кто выиграет, нет интриги. И, наверное, вот эти вот, сколько лет мы к этому шли, мы получили это доверие. И когда я встречался с UFC, да, с Лоренсом, с Эндрю, ну, люди, которые, как бы, принимали эти решения, мне, наверное, удалось донести до них информацию, что, в принципе, мы будем хорошими партнерами, но не конкурентами. Потому что мы делаем общее дело. И что самое главное, чего мне удалось добиться от них, чтобы мне дали разрешение, что эти ребята, которые переходят в UFC, они могут выступать у нас. То есть мы не компания, которая просто выращивает и отдает, как, вот я видел в сетях, там, вот, там, типа, мы там, ферма для UFC. Это не так. Мы сегодня даем хорошие результаты, мы даем хороших парней, мы этим очень сильно занимаемся, мы делаем тщательный отбор. Эти ребята приходят в UFC, они там тоже все в топе. Эти ребята смогут выступать в М1. Я имею право на два боя в год на этих ребят. Поэтому это действительно большое достижение. Я горд этим и очень рад, что UFC пошло на это. Я им очень благодарен за это. Ну, UFC – это очень большая компания. И, конечно, там очень медленно все решения принимаются. Ну, в принципе, они меня услышали. И, как бы, я не раз летал в Лондон, я встречался здесь, в России. Мы очень много говорили по конференц-колу. И поэтому вот удалось к этому прийти. Мы подписали соглашение, и они анонсировали это соглашение. И все, мы теперь начинаем работать. И сейчас я должен передать нескольких ребят уже в UFC. Вопрос очень простой. Преспектива, она обычная. Эти ребята будут более популярны. Если они будут и бойцами UFC, и смогут выступать у нас, сами понимаете, ответ, что действующие бойцы UFC будут выступать нашей организации тоже. Это увеличивает наш интерес к этому бою, наверное. Ну, все остальное. Продажи билетов, все остальное. Вы знаете, мы, честно скажу, у нас всегда были хорошие ребята. И, как бы, мы не испытывали такого дефицита, чтобы вот там сейчас нам все хлынули. У нас всегда было очень много возможностей выбирать бойцов, да, из лучших. Я думаю, что, наверное, нам больше... Сейчас хлынет больше иностранных бойцов. То есть бойцов из Европы, на кого мы больше ориентируемся. Потому что вот у нас была именно проблема с иностранными бойцами, у которых есть... Вы знаете, что UFC, допустим, есть, проводит в Англии, проходит в Англии, проходит в Германии, проходит в других городах. И там лучшие бойцы, они стремятся попасть в UFC, да, и они не хотели с нами подписывать контракты. А сейчас, наоборот, они захотят с нами подписаться. Поэтому у нас усилится конкуренция, наверное, больше. Да, ну, мне кажется, что он только в самом начальном пути. Почему? Потому что, если сюда приходит UFC... Во-первых, ну, вы знаете, я возглавляю еще Всемирную Федерацию любителей, да, World Mixed Marshall Association. И я вижу, как это развивается в мире, я вижу, как это развивается в Китае сейчас, в Индии. Да вообще везде. И там это стало развиваться буквально несколько лет назад. Я сам проводил несколько событий в Китае, и вижу, как идет прогресс. А в России-то как раз мы на первых строчках. Да нет, вы знаете, UFC, она самостоятельная организация, она проводит самостоятельные поединки. Мы мало отношений к этому имеем. Мы будем помогать в том, что они просят. Они, наверное, используют каких-то наших бойцов. Но наша сделка, она о том, в принципе, о том, что наши ребята переходят туда, и они могут выступать у нас. А так вот, там, у UFC обращалась по каким-то вопросам помощи, там, по судействам, по всему. Потому что я возглавляю все-таки Всемирную Федерацию, и их очень интересует именно, чтобы все было легально, да. Мы их связали с Союзом ОМА России, мы аккредитовали судей, рефери. То есть все будет очень по закону сделано, потому что такая организация любит, чтобы все было в порядке. Мы помогаем в тех вопросах, которые они просят. Ну, планы одни. Улучшить наш, ну, как сказать, улучшить конкуренцию, подписать более новых, таких хороших бойцов рейтинговых. И просто делать классные, качественные шоу. Есть, конечно, ну, как сказать, я бы, на самом деле, конечно, больше бы делал событий. Но пока у меня просто не хватает таких финансовых возможностей, чтобы делать больше событий. А так, в принципе, мы никогда не прыгаем, не прыгали там слишком высоко, слишком низко. Мы стараемся всегда держать одну планку. Как я уже говорил не раз, тише едешь, дальше будешь. И мы будем делать по нашим возможностям. Ну, я вообще считаю, что там серьезная организация должна иметь все свое, да. У нас свой, не только свой телеканал, у нас свой продакшн. У нас своя команда, которая делает весь, всю компьютерную графику. У нас своя команда, которая делает платформу, да. У нас, мы сейчас доступны на, в принципе, ну, на всех платформах, да, там, на iOS, на Android. Мы сделали, мы, нас теперь можно скачать на Apple TV, на Android TV. У нас есть 600 часов видеоконтента за 21 год. У нас есть интересные-интересные поединки. Вы знаете, самая ценность в том, что, понимаете, у нас есть ребята, которые, может быть, когда-то никого-то не интересовали, а теперь, а теперь этот контент очень востребованный. Допустим, давайте возьмем Волкова, у нас больше 11 поединков его. Давайте возьмем Нурмагомеда, у нас, по-моему, 3 поединка. Давайте возьмем Шлеменко, давайте возьмем Харитонова, давайте возьмем Федора Емельяненко. Эти контенты владеет вот этот телеканал. Я не говорю про тех ребят, которых более, более, более тысячи ребят, которые прошли через М1. Некоторых ребят уже нет даже, ну, извиняюсь, на свете, да, таких же, как Алаудинов, Амар Суллоев, да. Они показывали потрясающие поединки, да. И сейчас зритель может это все смотреть на нашем телеканале. Тем более, мы сейчас доступны на Триколор, мы сейчас доступны на НТВ+, на НТС-ТВ и многих-многих других телеканалов. И я знаю, что этот телеканал сейчас смотрит. И я очень рад, что нас можно и в интернете смотреть, и на картина, на картина ТВ, за границей, у кого есть эти платные подписки. Поэтому телеканал, я думаю, что нужен, он востребован. И в планах стоит очень много всего. Мы, в принципе, в будущем хотим делать реалити-шоу и программы о бойцах. Потому что с возможностью телеканала мы можем открывать, ну, как сказать, душу бойца. Мы можем зайти к нему в квартиру, поговорить с ним. Мы можем истратить столько времени на него, сколько считаем нужным. Потому что самое главное – это зрителю донести, за какого парня они болеют, как он живет, чем он живет, с кем он живет, как он к этому пришел. Это же, это все интересно. И поэтому вот этот телеканал нам даст вот эти все возможности. Я думаю, просто Камиль не до конца знал детали этой сделки. Я думаю, если бы Камилю предложили у UFC, чтобы его бойцы переходили туда, и они могли браться в Fight Night, я бы думаю, что он бы вряд ли от этого отказался. Если бы мы просто отдавали бойцов, как мы делали до этого, только нас никто не спрашивал. В принципе, у нас заканчивался контракт, и бойцы просто переходили. Поэтому вот эта сделка, я считаю, что она самая выгодная из всех, которая может быть. Потому что как бы мы ни хотели, бойцы стремятся идти вверх по лестнице, но не вниз. UFC – это лидер всемирный, там собраны лучшие бойцы. И стоять рядом с такой организацией – это просто честь. Я думаю, что вряд ли хоть какая-то организация, которая бы это предложила, они бы от этого отказались. Ну, если так, немножко по порядку, немножко история. Мне позвонил Алексей, это из фонда прямых инвестиций. Они заинтересовались таким продуктом, как UFC, чтобы его, как бы, ну, не знаю, привезти и организовать в России. Значит, он мне позвонил, сказал, что давай встретимся, ребята из UFC хотят поговорить. Значит, мы встретились, присутствовал Ария Эммануэл, присутствовал Лоренс, Эндрю, ну, еще несколько представителей, АМГ. То есть, мы приехали с моим партнером Дмитрием Мазуровым и Юрием Набражным, ну, и стали говорить. Они сказали, что мы хотим делать турнир здесь, в Москве. И мы бы очень хотели там, чтобы мы сотрудничали вместе. Я сказал, ну, как вы видите это сотрудничество? Они говорят, а как ты видишь? Я говорю, я вижу очень просто. Я готов с вами работать, и я думаю, что мы вряд ли, нас можно назвать конкурентами, наверное, больше коллегами. Я бы хотел, чтобы я вам передавал бойцов, а вы у меня их не воровали. Ну, так вот прямо и сказал. Я бы их передавал вам, но я хочу иметь право на то, чтобы эти бойцы принимали участие в нашем шоу тоже. На что вот именно владелец новой компании, Ария, сказал, что я в этом ничего такого не вижу. И для вас, ну, он как бы немножко ознакомился. Мы немножко до этого говорили про Всемирную и вообще про все. Он как бы так немножко уже, в принципе, знал, с кем разговаривает. Ну, я имею в виду, что там мы не познакомились только. Он как бы немножко, видно, изучил, потому что он так даже, ну, какие-то вопросы задавал там о бойцах. Он знал, что наши бойцы выступают в UFC. Ну, он говорит, что я, в принципе, это все возможно, и давайте, давайте деталью там углубимся. В принципе, это возможно, ну, давайте над этим поработаем. Ну, как бы меня тоже это тогда удивило, потому что я знаю подход UFC, что это очень жестко с этим, чтобы бойцы где-то выступали. Ну, и вот так вот начался диалог, в принципе, и вот, наверное, на это ушло почти практически год. То есть я летал в Лондон, мы встречались несколько раз, очень много было конференц-колов там, ну, как бы обсуждали всякие детали. Все эти драфты, когда все эти юристы, они все так медленно делают. Ну, в принципе, вот пришли к тому, что все-таки мы вот договорились, и сейчас работаем вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok